привет друзья вы на канале ддсов меня зовут дмитрий вот да сделайте то что написано очень прошу от всего сердца пожалуйста потому что потом в конце забывают мы сегодня поговорим такую на туристическую тематику поговорим и поделаем знать есть такая путешественница марина галкина ну если вы интересуетесь террористической тематикой то не могли пропустить ее видео ну это может быть конечно будет случайно если вы пропустили я ее уважаю она она в одиночку женщина покорила чукотку обошла там ямал я не знаю день только не бывал и не успеваю за всеми видео следить и кроме этого она еще участвует таких коротких спортивных мероприятиях ориентирования например московский марш-бросок ммб еще короткая называют по youtube ну в один раз участвовал это точно и вот на такие короткие выходы легкоходные вещи она делает сама чаще всего не какие-то может что-то покупать на часть часть снаряжения на делает сама и мне понравилось что они все довольно таки недорогие на выбирать ткани и тент у нее от меня покорил тент у нее тент из полиэтилена вот его то я хочу и повторить только несу может какие-то свои коррективы там у нее все просто во первых это дешево реально дешево я уже приготовился у меня он 20 гривен метр да мы в украине находимся 20 гривен метр всего лишь нашем магазине где-то может еще дешевле и он у нас идет по метрам до а в ширину полтора но он сдвоенный я решил вот мне как раз можно сделать большой тент 3 на 3 но может я тоже так сделаю немножко его укорочу и все это на укрепляется скотчем армируется 0 только она она это сделал только вокруг по-моему и на коньке и по углам где крепления будет все лишь обычная стропа тоже стоит копейки тому пусть там гривен 10 нас метр может и меньше найти можно а можно вообще срезать от старых каких-нибудь вещей то на есть тропочки там допустим старого рюкзака по срезал лямки от лямок эти стропы вот тебе все вообще пусть из мусора можно сделать такую халявная вещь почти что но я конечно немножко закупился взял другой еще скотч такой покрепче в общем будем пробовать это по сути мне эксперимент хочу повторить в дань уважения марине галки трындеть то поехали пацаны есть полиэтилен есть скотч есть стропы погнали да 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 не забываем подписаться и так что ж вот полиэтилен разворачиваем главное разделяем его на находим это место где можно разделить но я вот виде ножничками разделил и погнали руками аккуратненько чтобы не резко не рвануть а то будет вот не очень хорошо и вот здесь нашли до крайний угол и погнали аккуратненько я даже не режем ножницами как бы продал очень осторожно видите получилось я немножко резанул не только в одном месте такти растяну можно с ребенком заодно поиграться хала буду все у нас так и погнали вот я взял скотч от этот серебристый но как бы гидрализационный на самом деле но он как армированный идет довольно таки плотный так готово да я проклеил все стороны все четыре стороны а теперь я все-таки решил укрепить уголки еще таким скотчем кстати такой намного выгоднее покупать на самом деле вот так берем прям на коленке иголочку и такую толстую нитку бутонника можно может не проткнуть еще поранитесь и погнали честно как умеете вот ну если совсем не умеете посмотрите в ролике в ю тубе есть разные как делать стежки стежки нужно делать пошире вот я сейчас парюсь с одним уголком попробуем честно давно уже не шил вручную вот так видите с двух сторон получается еще один уголок сейчас покажу так вот так ты уже принад поднаторел второй уже легче пошел с двух сторон заклеили и погнали опять шить вот так раз я как бы еще делаю туда назад потом как петлю оставляю не затягиваю туда продевающие затягивай дальше пошел и под друг от друга подальше стежки делаем как говорила марина галкина иначе может и запаиваем концы нитки это мне капроновая нитка вот так видите такой ну такой как говорится как умеет главное чтоб не сильно часто было как говорила марина галкина пореже друг от друга стежки делать чтобы не сильно повреждать полиэтилен иначе он там при натяжении по этим частым стежкам разойдется так вот как то все таки плюс поэтому я и взял армированный скотч так у него был просто скотч я думал пусть она будет тяжелее немножко но покрепче а фью момент слейдер вот как то так пешпандере ромбиком я уже делал так для пробы трикола уже нарезал вот такие вот ну что ж друзья читай ару что друзья на этом пожалуй все кому понравилась идея не идея кому-то понравилось видосик ставим конечно жирный лайк кому не понравилось ставим дизлайк и объясняем почему в комментариях ну а теперь подписываемся на канал если ты очень сделал и обязательно жми вот тут колокольчик вредный который без которого не увидишь новые видосики на этом все ребят пока даже как-то так получилось ну там я думаю предисловие что я еще петелек наш юбок периметру побольше чтобы можно было по всякому изгаляться с этим тентом ну конечно же он не крепкий это сразу понятно но для этого берешь с собой скотч не погнал да кто заметил рюкзачок на фоне да он пришел наконец-то о нем будет отдельная история если конечно же я увижу много комментариев просьба его обзора потому что обзоров на в ю тубе на него очень много в том числе и русскоязычных поэтому я не думаю что стоит прям еще один снимать но хотя может быть и стоит так что пишите тоже об этом в комментариях если вижу много комментарий пожелания обзора на этот рюкзачок китайский то конечно же сниму подробно и как говорится под лупой каждый момент на этом все теперь точно пока